Господа, сегодня у нас в гостях снова наши с вами белорукие родственники. И дело далеко не в том, что наш сегодняшний гость лентяй и белоручка вовсе нет. Наш герой примерный семьянин, отличный эквилибрист и обладатель замечательных локальных данных. Так что присаживайтесь поудобнее, нас ожидает виртуальное путешествие прямиком в многоуровневые джунгли Азии. Встречайте белоруково гиббона. Белорукий гиббон или лар – вид приматов из семейства гиббоновых. Является одним из наиболее известных видов семейства и часто встречается в зоопарках. Вообще видов гиббонов довольно много. Помимо нашего сегодняшнего гостя есть еще чернорукий гиббон, гиббон мюллера, карликовый, гиббон серебристый, кампучийский гиббон и белобородый гиббон. Гиббон – это стройный и довольно изящный хитрый примат. Отличительной чертой гиббонов считается общительность не только по отношению к своим сородичам, но и по отношению к представителям других видов животных, к человеку, например. Примечательно, что готовность к общению и дружелюбие эти приматы выражают открыванием рта и приподниманием его уголков. Таким образом, создается впечатление приветственной улыбки. Естественный ареал обитания белоруких гиббонов распростирается от юго-запада Китая и восточной Мьянмы до Малайского полуострова. Также он встречается на северо-западе острова Суматра и на острове Ява. Они встречаются во влажных тропических лесах, но также их можно встретить и в сухих лесных массивах. В горах поднимается на высоты до 2000 метров над уровнем моря. Цвет шерсти белорукого гиббона варьируется от черного и темно-коричневого до светло-коричневого и даже песочного. Его руки и ноги окрашены в белый цвет, ровно как и волосы, обрамляющие его черное лицо. И самцы, и самочки могут встречаться в разных цветовых вариантах. Густой мех отлично защищает от холода в сезон дождей. Оба пола почти не отличаются друг от друга по величине. Как и у всех гиббонов, у них очень длинные и сильные руки, легкое и стройное тело. Хвоста почти нет, поскольку большую часть жизни гиббоны проводят на деревьях, их руки с длинными и узкими пятипалыми ладонями гораздо длиннее ног. Сильные и длинные конечности позволяют животинке беспрепятственно передвигаться в кроне деревьев, раскачиваясь с ветки на ветку, а на лице расположены очень близко посаженные глаза с коричневыми радужками. Такое расположение глаз обеспечивает хорошее бинокулярное зрение, и примат прекрасно ориентируется в густых кронах деревьев. А вот на земле наш гость чувствует себя неловко. Большая часть рациона наших модных друзей состоит из веганских вкусняшек, листочки, семечки, молодые побеги. Но одними фруктами сып не будешь, поэтому гиббоны с удовольствием поглощают насекомых, птичек и их яички. Территория белоруких гиббонов, как вы уже поняли, располагается в верхнем ярусе тропических джунглей, то есть в кронах деревьев. По утрам типичная гиббоновая семья совершает обход своей коммуналке, оглушая всю округу пением. Столь поэтичным способом гиббоны обозначают свою территорию и предупреждают незваных гостей. Самое интересное, что эти приматы омладают чистым голосом, которым они владеют с рождения, а их трубные песни раздаются на сотни метров. Получается, что гиббоны — настоящие будильники для местных. Свои песнопения животные совершают с шести до восьми утра и служат заменой петухов, сигнализируя, что всяким там азиатам пора вставать на работу. Один зоолог наблюдал распорядок дня у белорукова гиббона. Он вполне четкий — с пяти тридцати до шести тридцати — время, в которое гиббон просыпается. С шести до восьми он криком оповещает окрестности о своих владениях, затем занимается уходом за собой и утренней зарядкой. С восьми до девяти направляется к столовой дереву, на котором ест плоды. С девяти до одиннадцати — прием пищи. С одиннадцати до одиннадцати тридцати — путь к месту послеобеденного отдыха. С одиннадцати тридцати до трех — послеобеденный отдых, а затем чистка шерсти. С трех до пяти — прием пищи вместе, отличным от первого. С пяти до семи — путь к месту сна. С шести до захода солнца — приготовление ко сну. И с шести тридцати до пяти тридцати — сон. Белорукие гиббоны — это идеальные семьянины. Они ведут моногамный стиль жизни, и пары остаются друг с другом всю свою жизнь. Семейные группы живут на четко очерченных территориях, о которых они предупреждают других гиббонов с помощью пения. Детеныши живут с мамой до двух лет, кормятся молоком, а полностью вырастают к восьми-девяти годам. У молодых гиббонов есть три пути. Первый — остаться в семье на мамкины шее. Второй — это когда ему дают пинка и выселяют. Третий — заботливые мама и папа сами подыскивают будущий дом своему сыночку и выгоняют его жить туда. В семье может быть от двух до семи особей. Живут гиббоны 25 лет в дикой природе и до 35 в неволе. Основным врагом белоруких гиббонов, помимо всяких там леопардов, змей и тигров, является человек. Азиаты беспощадно вырубают джунгли под свои фермерские угодья, вытесняя этих красавчиков из их природной среды обитания. Из-за плохой охраны браконьерство на этих животных до сих пор продолжается, в основном ради меха и средств для повышения потенции. Это поставило вид под угрозу исчезновения. Даже несмотря на то, что белорукий гиббон является самым распространенным видом в своем семействе. А вывод такой, мои друзья. Берегите природу, не занимайтесь браконьерством и всегда защищайте братьев наших меньших. Без них нас тоже не будет, а вы поете по утрам у себя дома? Пишите в комментариях. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока сделала великого медоеда и его русскую сестричку-росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.